Всем привет! В версии 5.4 у нас появляется много различных нововведений. Одна из них текстурграф. То есть я буду записывать по мере своих возможностей все, что там вводится. Так, давайте текстурграф. Мы это ищем в плагинах. Если она у вас не включена, вы включаете и перезагружаете сам движок. Она у меня включена. Так что я теперь беру наш контент-браузер и нажимаю здесь текстур. И мы как раз таки видим теперь текстурграф. Входим в эту. Здесь у нас есть выходной параметр. Давайте с него и начнем. Выходной параметр это file name. То есть если вы здесь ведете, представим, что BaseCover. Это файл выходной будет с именем BaseCover. То есть в основном это это цвета, это основная текстура, как говорится. Далее у нас Advanced показывается ширина, высота, текстуры. Я поставлю 4к. Дальше текстурный формат, тип текстуры. Это у нас Diffuse, Emissive, FX, Normal, Mask и так далее. То есть тоже можете все это выбирать. Все необходимые. Лоды мировые, персонажные, там UI и куча, куча, куча. Некоторые даже я вижу таких не существовало в предыдущих движках. Ну и компрессия. Какую вам тоже необходимо. Я большинство оставляю на стандартах, только меняю файл name и ширину и высоту. Я не понимаю почему, но видимо разработчикам пока еще это экспериментальный продукт. Они не недоработанные у них. Мы даже вводим файл name. Он отличается от того, что у нас здесь на выходе. То есть мы здесь можем что угодно написать. Но я думаю, что это они в скором времени доработают. Давайте создадим что-нибудь вот из этих элементов, которые находятся слева. Процедурные это вот нам то, что необходимо, потому что это для создания материалов из этого всего и дополнительные. Да, то есть... Так, дополнительные это у нас вот эти импуты. Мы можем создать какой-то материал. прекрасная составляющая. Но главное, чтобы вы знали, как с этим всем работать. Я не особо любитель материалов. Так, выставляем здесь текстуру, ширину, высоту. Вот здесь она прописывается. Если что, смотрите, когда мы выделяем нашу ноду, здесь очень много всего прописано. А по стрелочке у нас прописано очень мало. Здесь тоже может быть какая-то недоработка. Может быть... Может так и нужно. Но что нам необходимо, допустим, какие-то изменения делать. То есть здесь мы увеличим нашу ширину, допустим, наших ячеек. Паттерн. Это вот как раз такие ячейки. Здесь есть тип ячеек. Square. Как раз таки дали. Cycle. Checker. То есть видите, как шахматная доска и градиент. Мы будем делать из кубиков. Давайте выставим repeat x. Это по x. Вправо у нас будет ячеек 5. Давайте выставим по Y. Но пусть будет 15. Чтобы у нас получилась кирпичная кнопочка. Далее, что здесь мы можем увеличивать ширину между ячейками. Да, вправо и здесь высоту. Но тоже регулируйте, как вам необходимо. Далее offset. Это у нас сдвиг наших ячеек. Если мы пропишем 0,5, это у нас будет сдвиг на половину ячейки. И как раз таки у нас получилось, что произошел сдвиг на 0,5 значение кирпичика. И теперь также мы можем, видите, выставлять горизонтальное или вертикальное значение. Ну вот так нам больше подходит для кирпичных действий. Также мы можем вызвать color. То есть здесь можно вызвать цвет, какой нам необходимо. Так, цвет кирпича. Но представим что-то где-то вот такого цвета. Как обычно, нажав клавишу M и кликнув по экрану, мы ожидаем, что у нас появится мультиплай. Но в данном случае здесь она не работает. Так что мы вызываем мультиплай через ноду. Если мы его так вот подключим, вот у нас уже появляется более-менее какая-то кладочка. Но есть еще и некоторые нюантики. Давайте попробуем создать более какое-то нестандартное значение. Вот это noise. Она у нас будет вот в таком вот цвете. Мы можем увеличить нашу, так скажем, вариативность, амплитуду. Видите, у нас больше черный, либо практически заблюренный. Мы его так оставим. Frequency это частота, такое расположение. Здесь вы можете увидеть, что более какая-то четкость появляется белых пятен. Ну и здесь такой шум. Я не знаю, просто подрегулировав какие-то значения, можем более-менее что-то выявить. Здесь Simplex Perlin. То есть здесь поиграете, что вам необходимо. Для Perlin, мне кажется, более-менее выглядит шикарно. Давайте тоже поставим 4к. И здесь мы умножим. Просто делаем копию. И вставляем Ctrl-V. Наш мультиплей. Либо просто вызываем. Давайте подключим. И у нас вот такое вот получается штуковое. То есть здесь у нас просто цвет был, а здесь мы с помощью noise настроили немножко такой градации. Как будто бы кирпич не грязненький. Но это первичное для того, чтобы быстро создать. Если мы подключим сюда, и у нас появляется на 3D модели все это. Здесь тоже не доработка, потому что когда мы будем добавлять какие-то дополнительные выходы. Это Output. Допустим, Normal. Здесь у нас Base Cover. Здесь у нас Normal. Давайте здесь мы тоже настроим Normal Map. Допустим, высоту, ширину такая же. Текстур Type. Допустим, Normal поставим. Здесь мы можем Diffuse поставить. То есть небольшие хотя бы настройки можем сделать. Также вызвать Normal From Help Map. Подать вот эти значения. Можем отсюда. Как вы видите, у нас Normal здесь не отображается на 3D. Из-за того, что он может только отображать какое-то одно значение. Вот это тоже, я думаю, скором времени они доработают. Но если мы переключимся на Diffuse Preview Settings. Здесь у нас есть выходы Source. Есть Base Cover и Normal. Вот она уже показывает нам Normal. Но одновременно обе не отрабатывают. Так. Далее. Мы можем в этом паттерне также настроить небольшие смещения. Вот смотрите, все у нас острые. Что черные, что белые. Также здесь есть такой тип, как был. Мы можем вот такие вот грани добавлять для белого. Чтобы был небольшой какой-то переход. И здесь тоже поднастраивать. Все зависит, конечно, уже от вида белого, чтобы настраивать кривую. Ну, к сожалению, вот эта, конечно, ситуация отрабатывает прям жестко. У меня даже не слабый компьютер, но в некоторых моментах подвисает. Так. Ну, смотрите, чтобы у нас наша затирка была, допустим, какого-то цвета. Давайте вызовем Color. Пусть это будет цвет вот такого цемента. И мы вызовем NoduleR, чтобы было небольшое переключение с этого цвета. Мы сделаем на этот цвет, но с нашей получается нужна необходимая маска. Так. Мы маску можем подать отсюда. И, как видите, вот у нас появился такой вот небольшой, небольшое затемнение. Точнее, не затемнение, а цвет того, что у нас получается. Так. Вот я чуть-чуть в белый перекрутил его. Но тоже можно как-то поиграться с этим. Так. Есть еще, еще, еще. Давайте вот эти сбросим, чтобы у нас чуть-чуть потоньше были, потому что я их поднастроил слишком широкими. Мне кажется, это будет здесь не очень смотреться, чтобы затирка у нас была слишком широкая. По сравнению даже с кирпичом. Так. Мы можем даже уменьшить его поменьше. И вот, кстати, происходят некие такие непонятные переключения тоже от того, что у нас это еще в экспериментальной функции. Так. Также мы можем еще, давайте, поставить какие-то ограничения. Видите, я поставил ограничения. У нас нормалка пропала, потому что тресхоуд нам необходимо чуть-чуть пооткручивать. Вот она уже более-менее. Также выставим в одинаковых размерах для нашей значения ширины и высоты. Ну и можем настраивать ситуацию, так скажем, высоты выдавливания и так далее. Но здесь мы его не увидим, потому что это еще экспериментально. Потому что, видите, у нас здесь прямоугольники, они даже вот не по-нормальному как-то сочетаются и не доходят до краев. То есть, если вы заметите обычную нормальную карту, она будет чуть-чуть по-другому выглядеть. Ну, я думаю, здесь вот у нас есть такая вот ширина настройки. Здесь уже сами посмотрите. Ну, представим, что мы создали вот такой вот материал. Теперь его можно экспортировать. Давайте сделаем экспорт. Нажимаем экспорт, выделяем все необходимые наши выходы. У нас их два всего лишь. Нажимаем экспорт и он у нас экспортирует там, где мы создали граф и у нас появилось две текстуры. То есть, они прямо сюда закидываются с теми наименованиями, которые мы написали вот здесь, вот, файл name. Так, создаем быстренько материал. Так, это у нас будет... Пусть будет... Куб. Зайдем сюда. Закинем наши текстуры прямо в материал. Подключим нормалку. Подключим base color. Сделаем apply и сохраним. Если мы даже кинем это сюда, ну, смотрите, да, что у нас... Не очень хорошо все получается. С одной стороны, это, во-первых, у нас не хватает ширины и высоты необходимой. Давайте быстренько создадим наши текстур координейт. То есть, мы сделаем небольшую настройку. Так, мы вызовем mask, компонент маска, делаем копию. Ставим ее сюда. На первую мы выставим R, второй G. Далее вызовем multiply три раза. Здесь у нас будет переменная параметра. Букву S нажал, кликну по экрану. У нас здесь будет u-tiling. Пусть будет, да? Я назову быстро и коротко. Назову единица. Здесь v-tiling. Тоже будет единица значения. Так, здесь нам необходимо тоже параметры будет scale. Для того, чтобы мы регулировали наш размер. Так, и объединяем значение x с значением y. Так, это у нас append вектор. То есть, x, y. И у нас получается то значение, которое нам необходимо. Делаем apply. Сохраняем. Далее подтаскиваем create material instance и применяем его на той модели, которой нам необходимо редактировать наш материал. Здесь у нас вот как раз таки ставим галочки, что нам необходимо. И вытащим. Так, да. Я зайду еще раз в материал. Мы подсоединили ее только в base color. Ну, и нам необходимо еще в normal соединить. Давайте применим. Теперь normal у нас тоже так же. Все нормально. Только выдавлено у нас почему-то в обратную сторону. Давайте посмотрим. Хотя здесь вроде бы, если я не ошибаюсь, все правильно выдавлено. Вот так. Окей. Попробуем выставить так. Ну, ладно. Сейчас настроим сначала с этими значениями. То есть, мы сейчас настраиваем ширину. Далее высоту, какую нам необходимо. И вот такая вот штука у нас получается. Да, с нормалкой какая-то проблема. Давайте зайдем сюда и попробуем подсоединить здесь. Если мы подсоединяем сюда без ограничения жесткости, так скажем, у нас вот такого вот размытые получается. С одной стороны это тоже нормально, но иногда необходимы какие-то редактирования. ну, окей, давайте нормалку выведем отсюда. Пока вот это отключим. здесь у нас как раз-таки offset смещения. Вот так его оставим. И сделаем экспорт только нашей нормали. кстати, очень интересно почему-то текстура у нас получилось наверное, из-за того, что слишком высокий ность я поставил. Скорее всего, из-за этого. здесь он как-то выглядит темнее. Мы можем, конечно, отрегулировать это наш ность. Больше поставить черных пятен. вот так вот у нас что-то получится. Давайте сделаем экспорт. да, не совсем красиво все это выглядит. Нормалка особенно и не замечается вообще практически. Давайте попробуем отключить наш ность, просто подключим цвет, как это вообще будет. здесь у нас паттерн, вот эти мы значения тоже подключаем. так, давайте выставим более-менее минимальным значением и проверим, что получится. нормалка почему-то кстати смотрите да, с одной стороны нормалка отрабатывает, с другой стороны нормалка не работает. но что так, что так, в общем, куча косяков, но в общем, ждем, когда это все у нас обновится, а пока будем делать что-нибудь другое, потому что это все у нас в экспериментальной функции. то есть я изменил цвет нашей текстуры, но он что-то так и его нормально и не сделал с ним. Давайте попробуем прям темный поставить что-ли. ну да, чуть-чуть меняется, но так себе, конечно. Ну, я еще естественно не настраивал ни освещению, ни парафнерсу, спеклеру, спеклеру, так что это еще можно подработать. Но, с другой стороны, мы уже не имея каких-нибудь текстур, кирпича, мы можем уже что-то сделать. А если мы еще сюда добавим допустим какой-нибудь либо материал уже готовый на допустим на наш кирпич, подключив его вот сюда наш мультиплай, представим за место вот этого нойса, и у нас получилось бы очень шикарный созданный материал, но так как у меня здесь его еще нету, мы также можем добавить текстуру, текстуру выбранную уже из готовой текстуры, но это тоже не совсем будет качественно, потому что эта пикселявость она у нас будет везде казаться. В данном случае я просто выбрал какой-то цвет не совсем корректный, даже выбирая какие-то элементики, видите, да, что-то на фоне у нас появляется. Ну, в общем, на этом, я думаю, все. можно подавать за место cover, текстуру, и будет, в принципе, тоже нормально. Так, это у нас, не знаю, что там, давайте. Так, это я ерунду какую-то потом. у меня здесь текстур, к сожалению, нет. Наверное, будет некорректно это все смотреться. Мне даже просто интересно, что из этого выйдет в итоге. Она просто серая, но там просто показывалось, как будто бы она прозрачная. Очень, очень интересно, ждем дальнейшей доработки этого плагина. До скорой встречи, всем пока. пока.